А-а-а, здрасте. Видосик получился очень-очень длинным, поэтому Никита разбил его на два. А если вы наберете 500 лайкусиков за сегодня, то продолжение выйдет вот прям завтра. А-а-а, здрасте. А всем, друзья, приветуленьки, у нас золотой колос продолжается. И сегодня серия будет очень насыщенная на всякие работы. И, возможно, она получится очень длинной, но все для вас, все для вас. В общем-то, у нас 6 утра сейчас идет, на балансе есть 543 тысячи и на самом деле я лошара. Мы в прошлый раз заработали кучу денег, я вам все это дело показал, там стрим был и все такое. Но я забыл вернуть кредит. И у нас еще 300 тысяч кредита, а это в мои планы сегодня не входило. Потому что эти деньги мы сегодня тоже, скорее всего, потратим. В общем-то, я его пока что возвращать не буду, сколько сможем, столько сможем. Хотя, с другой стороны, нам, в принципе, есть что продать. Но об этом попозже, давайте, друзья, все по порядку. У нас сейчас 6 утра и идет дождь. И этот дождь, падла, накрыл все мои планы. Ну, не все мои планы, но, короче, он сыграл с нами злую шутку. Я извиняюсь, конечно, что сейчас вот опять я начал в темное время суток. Но ничего, скоро расцветет, все будет прекрасно видно. Хотя, вроде, пока на базе находимся, тоже все нормально. Значит, смотрите. У нас с вами появилась новая недвижимость, если можно так выразиться. Это поля. Восьмое, девятое, десятое и восточный тепличный комплекс. С восьмым полем вышла небольшая накладка. Владелец, несмотря на то, что у него была стопроцентная лояльность, отказался продавать мне поле. Представляете, какой ублюдок? Ну, агент содрал с меня 9 монеток и после этого поле было, в общем-то, нам продано. Все остальное прошло без заминок. На восьмом и девятом поле у нас растет травушка-муравушка. Эти поля у нас пойдут под объединение. И поэтому сегодня наша задача их объединить. Все вот это дело закультивировать. И тут, по-моему, требуется вспашка у нас. Да. В общем-то, чизелями все это дело закультивировать. И все будет у нас классно. А, ну и известь тоже надо будет внести. На десятом поле не нужно вносить известь. И вообще там у нас растет урожай. И он созрел. И там растет пшеница, по-моему, да? Да, там растет пшеница. И сейчас идет дождь. Я не могу ее убрать. То есть у меня в планах было убрать эту пшеницу. И все вот эти вот наши поля, которые у нас есть. Поставить в посев, чтобы все было круто. Но, видимо, не судьба. Это поле пока будет каким-то таким отбросом. Также, друзья, я убрал нахрен мод Точное земледелие. Что-то я начитался интернетов. И знаете, много жалоб на него. Я пока что со всеми багами, которые там встречаются, не сталкивался. Что у нас вся карта травой засеяна? Нет. Здесь ничего не растет. Закультивировано, что ли? А, закультивировано. Понятно. Все нормально. Отставить панику. Так вот, этот мод я убрал. Мы, в общем-то, с ним поиграли. Посмотрели, как это работает. Ну, в общем-то, не в этой карьере он у нас будет использоваться. Поле, видимо, десятое мы убирать не будем. И оставим это все на следующий день, когда у нас будет глобальная уборка здесь. Я думаю, это будет правильным решением. Также, друзья, по поводу восточного тепличного комплекса. Во-первых, я провел туда автодрайв. И, кстати, сделал все красиво по папочкам. Разобрался таки. Но это все не важно. В прошлый день я закупил грунта и отвез туда. Правда, отвез всего 460 кубов. Грунта не было. Я потому что скупил все. Все, что было. Заполнил северный тепличный комплекс. Там 700 кубов грунта. И 460 у нас уже отвезено на восточный тепличный комплекс. Соответственно, нам надо докупить грунта. Сейчас 6 часов утра. А значит, новая поставка была. 240 кубов надо купить. Его туда отвезти. Этим у нас заниматься будет наш фэнд. Который накручивает километры себе на доме. 3 по 14 кубов все это возит. Потом я его отправлю увозить. Старый грунт. В общем-то, у него работает валом. Ну и плюс все эти теплицы надо будет засеять рассады. Северный тепличный комплекс. Я, друзья, буду сажать 3 грунта. То есть, 3 культуры. Помидоры, огурцы, баклажаны будут там постоянно расти по очереди. Поматы будем в последнюю очередь. Эти надо будет продать, съездить. На восточном тепличном комплексе у нас будет всегда расти клубника. Будем там клубнику сажать. Клубнику продавать. Ее под охрена всегда будет. Короче, будем косить бабло на этом. Три игровых дня, соответственно, будем все это дело сажать. На четвертый будем продавать и менять грунт потихоньку. Возможно, поставками нового грунта начну заниматься немножко заранее. Потому что это все и долго возится, во-первых. Пускай фэнд наматывает километры. Во-вторых, его миллион четыреста купить сразу никак не получится. Поэтому надо будет заранее. С теплицами понятно, да? Значит, с заводами. У нас есть мельница. Мельница. Тут остался куб нефасованной муки. Он сейчас по-быстрому переработается. Все это время мельница шуршала. Надо будет линию запустить на обслуживание. Мукомольная я провел здесь ремонт, по-моему, даже. 82% ресурсов. Пока что она будет стоять еще сутки до сбора урожая. 82% все нормально. ТО проводить не надо. Тоже все нормально. Здесь ДТО 12 часов на фасовочной линии. 46% ресурс. Соответственно, закончить сейчас фасоваться, запустим ремонт линии на 50%. И все будет круто. На крупорушке тоже все хорошо. 26 часов ДТО. В общем-то, я ее пока трогать не буду. Мы все равно этой линией пока что не занимаемся. Так что с мельницей тоже все понятно. Значит, погнали. Сначала знаете, что сделаем? Отправим вот этого вот товарища. Да, кстати, здесь было место парковки этого грунтоноса. Или как он там назывался. В общем-то, он у нас исчез, потому что я мод отключил. Я подумал, что здесь теперь будет парковочное место вот для этого фэнта. Хотя он редко будет, когда здесь стоять, будет чаще ездить. Значит, мы этого товарища... Да, у нас теперь тут папок появилась. Туева гора. Я все повыделял. Садовый центр. Грунт новый. На ВТК грунт старый. ВТК и СТК. Восточный тепличный комплекс и северный тепличный комплекс. В принципе, как и авторы карты здесь сделали эти аббревиатуры, так я решил оставить. В общем-то, ты езди, катайся, это все дело вози. А мы погнали купим 240 кубов грунта на садовый центр. Благо, есть такая фишка, как перемещение. Грунта завезли, поэтому можно купить 240 кубов сразу же. 240. Во, еще 18 тысяч мы тратим. И да, надо будет покупать рассаду. Ладно, это сделаем чуть попозже. Сначала грунт. Рассаду будем засеивать примерно к 8 часам утра. Так вот мне хочется. Мы, друзья, возвращаемся на базу. И первое, что надо сделать, это объединить 8 и 9 поле. Поскольку после их объединения мне надо будет перезапустить игру. Не хочу никакие курсплеи ставить для этого дела. И делать мы это все поедем вот на этом вот классе. Знаю, почему мне так хочется. Да, кстати, я случайно купил вместо грунта извести до хрена. Все, что можно было, я перевез на базу. Но на этой самой. Осталось. На садовом центре. Поэтому первое пополнение он будет ездить именно туда. А для объединения полей, друзья, нам потребуется плуг. И мы, в общем-то, сейчас это по-быстрому все сделаем. Есть, друзья, довольно-таки неприятный момент с тем, что там трава. И надо будет сначала без объединения полей распахать, посмотреть, где границы поля находятся. Чтобы потом с помощью GPS понимать, где, от чего нам отталкиваться. Просто, не знаю, распахать минимальное какое-то количество, чтобы границы поля найти. Да, плуг у нас не самый удобный. Но так как я очень редко им пользуюсь, купать какой-то крутой смысла я в этом особого не вижу. После чего, друзья, мы настраиваем GPS. Я не знаю, насколько ровно у меня это получится сделать. С учетом того, что я не дружу со всякими этими смещениями. Со всякой этой фигней. Но надеюсь, что у нас получится это все дело довольно-таки ровно объединить. Хотя со вторым концом получится все намного сложнее. Потому что там поле кривое у нас. Я даже пока что еще не решил, как мы там будем действовать. Но потом я пришел к выводу, что нужно все-таки под углом это дело сделать, чтобы было красиво. Не знаю, насколько хорошо у меня это дело получится ровно, но придется немножко помучиться. Вообще, друзья, объединение полей, знаете, такая наука в ферме. Сделать это красиво. В принципе, с учетом того, что появился сейчас терраформинг, можно делать наобум и потом это терраформингом все ровнять, закрашивать. Но я, знаете ли, вырос в более старых фермах, где надо было все сразу делать четко. Иначе потом все, беда. Иначе ничего потом у вас красивого не выйдет и ничего вы уже исправить не сможете. Ни катками, ни посевом травы. Ничего вообще вам не поможет потом. Ну а потом, друзья, все у нас дело остается за курсплеем. Тут, в принципе, все просто. Все как обычно у меня это все делается. Ничего нового. Я уже миллион раз это все дело показывал. Отправляем, друзья, работать по курсплею. И встретимся уже, когда все будет объединено. Перезапущу игру и будем дальше развлекаться с полями. И вот, друзья, вернулись мы на базу. Уже трохи посветлело. И надо заниматься нашими полями. Во-первых, надо все это дело посыпать известью. И знаете что? Как-то вот на извести последнее время работали трактора. Вот нету у нас трактора отдельного под известь. Поэтому его надо купить. А еще, друзья, у нас до сих пор в этом прохождении нету оранжевые вальтры. Я не знаю, как вообще такое упущение получилось. Но мы это дело исправляем. И специально для извести мы берем оранжевую вальтру за 180 тысяч. Я движку ей помощнее решил не совать. Этого вполне себе хватит. 210 лошадок. Это и так много. В общем-то, этот трактор мы покупаем. И вот он, посмотрите, какой красавец. Ну, правда, здорово. Можно ему, кстати, сразу же парковка-удобрялка назначить место парковки. Пускай будет именно оно. И давайте отправим его именно туда. А пока он туда за удобрялкой едет, мы, друзья, вернемся на базу. Потому что есть у нас еще тут работенка. Во-первых, друзья, нужно будет сейчас удобрять поля. Опять-таки, дважды. Мод на точной земледелии я убрал. Поэтому два удобрения перед посевом и после нас ждут. И делать мы это будем с помощью самолетика. Так, что-то новенькое. А что не нажимается-то? А, ночью самолет недоступен. Видимо, еще ночь. Ладно, подождем пока тогда время. Но в любом случае, вот этих вот ребят с двумя чизелями можно уже отправлять в работу. Во-первых, класс, который мы специально для этого брали. Да, друзья, зачем я перезапускал игру? Можно было просто заехать на поле и нажать показать границы поля. Сохранить под новым номером и все такое прочее. Но я не люблю такое. Я уже один раз рассказывал, что я думаю по этому поводу. После перезапуска игры поля заново сканируются. И неважно, какое поле мы выбираем. Восьмое или девятое. А что девятое не выбираем? Ну, в общем-то, если мы просто мышкой сюда кликаем, оно уже объединенное и будет прекрасно работать. В общем-то, генерируем маршрутик для нашего чизеля на два совместно работающих орудия с пятью поворотными полосами. Аж представляете, как много. И с разворотом. И вот из этой вот точки это все дело будет работать. Во! Вот такой вот маршрут получился. Нормально пойдет. Ты у нас, дружище, будешь работать слева и без смещения. А то от плуга периодически остается. Надо все время проверять. Автодрайв мы ставим для парковки. Тоже почему-то иногда слетают эти настройки. И на поле девять мы это все дело отправляем со стартовой точки. Возврат на старт пускай будет, да. Поле девять, давай, едь. У него все будет прекрасно. Далее, фиатик. Фиатик, дружище, ты поедешь вслед за своим товарищем. Ставим тебе тоже различные полевые работы. Копируем маршрутик. Тоже со стартовой точки. Ты уже будешь работать у нас справа. В дополнительных настройках тоже почему-то опять все слетело. Я не знаю, почему это так бывает. Ну ладно. И то же самое. На поле номер девять. Давай. Не может доехать. Ты серьезно? Какого хрена ты не можешь доехать? Ты дурак что ли? Ты прямо очень странное дерьмо. Почему другой может доехать, а ты не можешь? Если мы тебя отсюда запустим, отсюда доезжать. Видимо что-то стояло не там где надо. И первое что ловил это задний ход. Да, совместно работающих орудий. 800 метров пускай будет. В общем-то эти ребята справятся и потом вернутся обратно на базу. Их мы больше трогать не будем. Далее друзья пошли развлекаться с известью. Этот чувак не может доехать до парковки, потому что ему немножко мешает эта самая удобрялка. Метр проехать, но ничего страшного. В общем-то тут тоже у нас загружена известь, все прекрасно. На базе есть дохренища. Выбираем ему, чтобы он загружался на базе, потом ездил. У нас семена загрузка, триггер там находится. Ну а поле, в принципе на первое поле ему-то хватит. Маленькое поле, вот это вот, которое слева, мы пока трогать не будем. Мы его будем делать в последнюю очередь, потому что на него у меня вообще другие планы. Оно не под урожай пойдет. Начнем мы с четвертого и пятого поля, поэтому вывозим вручную трактор туда. Рисуем ему маршрут на курсплее. И в общем-то пускай он все это дело посыпает. Так как обработать надо все поля, кстати да, я сначала поставил для разгрузки удобрения, точнее наполнения парковки, потом парковку я пока что временно выключил, чтобы он не ездил туда, чтобы он на поле нам начал маячить, что мол все, я закончил, давай перегони меня на другое поле. Если вдруг всей извести, которая у нас на складе хранится не хватит, то она еще на садовом центре там осталась, будем отправлять его пополняться туда. Не проблема. Далее друзья, знаете что я подумал? Раз мои планы по поводу уборки урожая немножко накрылись, то можно отправить ребят продавать урожай. У нас на мельнице есть дохренище муки, а на теплицах у нас есть дохренище томатов. И от всего этого дела нам тоже по сути надо избавляться. Тем более, что деньги нам нужны. Кстати, отруби есть, и это тоже надо будет потом трактор оставить, который будет их потихоньку вывозить. Проблема в том, что их не всегда много можно продать. У нас их уже 600 кубов насобиралось. А если мы залезем, видите, сейчас 37 кубов всего можно. Надо, в общем-то, за этим следить и постоянно их избавляться будет от отрубей. Ну ладно, давайте в первую очередь посмотрим фасованную, ржаную и пшеничную муку. На хлебокомбинат 1 600 000 принимается. И там всегда, в принципе, много будет приниматься. Поэтому я думаю, что отправить нужно будет именно туда. Единственный косяк, конечно, туда не прописан автодрайв. Поэтому надо сейчас этим заняться. Берем мана, поехали загрузимся мукой и встретимся уже около хлебокомбината. Знаете что? Я вот тут раньше оказался именно около хлебокомбината. Поэтому сначала поехали, сделаем этот самый автодрайв. Сперва надо, друзья, конечно же, найти место для разгрузки и подумать, как здесь это все дело работает. Потому что вот с весовой мукой все понятно, а вот куда фасованную выгружать, я честно говоря, не знаю. Наверное, товарные склады, которые справа находятся под номером 1-2. Но там, правда, два этих самых склада. Но там товары в мешках-коробках. Мне кажется, он с этого склада как раз и будет это все дело черпать. Давайте сделаем именно так. Ну и проедемся вокруг, потом триггера будем подсоединять просто по мере необходимости, если вдруг у нас появится этот самый завод здесь когда-нибудь. Но тут, в принципе, все как обычно. Сначала делаем заезд, делаем кольцо, подсоединяем это кольцо к нашей сети и потом добавляем триггер на выгрузку отдельно, который будет кольцом. Потому что все эти триггера, чтобы они не пересекались, надеюсь, что это дело будет работать и надеюсь, что в триггер я попал, по крайней мере. Что именно туда надо выгружать, чтобы все это дело продавать. С другой стороны, если бы мы все сделали сразу, то есть сначала съездили за этой самой мукой, то можно было бы сразу все это дело проверить. Но я же не такой. Я люблю искать какие-то приключения. Но все это, друзья, не важно. В общем-то, в итоге мы отправляем работать по автодрайву и проверим, как это все потом будет работать. Возвращаемся, друзья, на базу, потому что это еще не все. Во-первых, у нас есть еще томаты. Томаты, кстати, вот на универмаге, как-то если продавать их с помощью Урала, то там, как правило, всегда хватает места. Он 294 куба, оно как-то так постепенно обновляется, поэтому можно отправить его кататься. Почему бы и нет? Давайте это тоже сделаем. Пускай теплички-то освобождают нам. Ему, правда, скоро надо будет на эту самую ехать на заправку. Но он съездит, он умеет. Так, ставим тебе, дружище, здесь томатики. Ставим тебе загрузку на теплицах. Теплицы северные, загрузка товаров. И все, езди, катайся. Только этим ребятам обоим надо сделать автогруз. Обязательно. Склада загружаться ты, в принципе, сам сможешь. А вот с выгрузкой у него бывают иногда проблемы, но мы сделаем на все. Давай, томаты на северном вот этой вот херне, короче, ты загружаешь. Потом томаты выгружаешь. Так, томаты, томаты, томаты. Универмаг продажа овощей. Все, у тебя получится. И контейнер. Для контейнера то же самое. Сделаем вот этот, который в пути нас интересует. У него нет заданий. Давай, загрузить из склада мука пшеничная фасованная из мельницы. Мельница, товарный склад, еле нашел. И выгрузить в склад. То же самое. Так, товар. Мука пшеничная фасованная. И хлебокомбинат, товарный склад. Черт, здесь не попадает эта надпись, но, видимо, первый будет здесь. Мы в первый выгружаем. Хотя он по автодрайву там сможет это делать. В общем-то, будем за этими ребятами следить. Все, он загрузился. Он молодец. Все молодцы. И мы этого человечка оставляем. И смотрим, что у нас на поле. Известью посыпается, хотя известь закончилась. Ага, сейчас поедет пополняться. Ну, в общем-то, пускай едет. А нам еще, кстати, знаете, что надо сделать? Нам, друзья, надо уже и посев мутить. И вроде как вот здесь вот у нас нет. Нет, не здесь. Значит, вот здесь. В четвертом боксе у нас стоит наш кейс. Ему надо замутить посев. Можно, в принципе, опять все поля засеять пшеницей. Остались ли у нас вообще семена пшеницы-то на складе? Что тоже интересно. Семена пшеницы. Да, 32 куба. Этого точно хватит на все поля. Так что не проблема. Значит, ты у нас едешь на большое поле. Вот отсюда. Поворотная полоса. Давай три штуки с разворотом. Генерируем. И все прекрасно. Со стартовой точки ставим тебе для... А, у тебя, у тебя, у него не слетело. Не знаю, как это работает. Но парковку мы ему убираем. Просто разгрузку наполнения ставим, чтобы пока что не ездил парковаться. Ему это не надо. Тут, в общем-то, все понятно с курсплеем. Далее. Автодрайв. Работаешь пока что на поле 4-5. Вроде как ему не надо будет пополняться. Со стартовой точки давай едь. Сначала он съездит, пополнится. Автогруз у него не слетел вроде как. Хотя, можно на всякий случай даже проверить. Да, не слетел. Выгрузить в склад ферма семена. Если он там проезжает. Загрузить из садового центра. Выгрузить. О, нет, дружище, у тебя не пойдет так. Хорошо, что проверил. Загрузить из склада семена пшеницы. Давай второго сорта. Ферма, склад семян и химикатов. И принять. Так, куда ты... А, ты на садовый центр вообще поехал за семенами? А что ты туда поехал? Хотя я знаю, потому что я не посмотрел. Давай семена загрузка. Во. Все, вроде как все в работе. Он, короче, на разворот поехал. Как-нибудь доедет. Это тоже не проблема. Известь пополнилась, я вижу. Все прекрасно. Эти ребятушки работают. Вон... Все хорошо у них, короче, да. Дождь падла идет. Так. А ты приехал и не выгружаешься. Ладно, погнали искать, где тебя выгружать. А, он не доехал просто. Он просто не доехал, потому что я не там точку всю... Поставил. Ладно, бывает. Я видел... А, ну да, я же на загрузку поставил. Лебзавод склад выгрузка. Давай, будешь склад загрузка. А вот сюда поставим точку склад выгрузка. Потому что автогруз там сработал, все прекрасно. Вот, склад выгрузка. И все, катайся, давай. У тебя получилось? Там 80 тысяч прилетел с одного прицепа. Ему больше 10 таких нужно будет сделать. Не смог выгрузить товар томаты. Какого хрена? Ага, выгрузил товар томаты. И поехал. Почему так работает, не знаю. Двигается, как КЗС. Все, ладно. Ребята, развлекайтесь. У нас все развлекаются. Все работает. Тут у нас тоже все четенько. Кстати, вон, посмотрите. Поле объединилось. Довольно-таки, ну, культурно, что называется, да? Все нормально. У нас 7 часов утра. Что у нас, кстати, уже перевезлось на восточный тепличный комплекс? 530. Еще 170 кубов. И он больше 10 раз еще надо съездить. Да, он туда довольно-таки долго ездит. Ладно, пускай все работают. Я пойду позанимаюсь чем-нибудь полезным. У нас там пока все попродается. В общем-то, встретимся, как будет что интересное. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok